Глава 3. Шкала бодрствования человеческого организма. Особенности различных состояний сознания. Введение. Мы с вами разобрали различные виды сознания, первичное и обыденное, и их влияние на человеческий организм. Но функционируют эти сознания не всегда с одинаковой интенсивностью. В течение суток активность их колеблется в широких пределах. И отсюда получается, чтобы избирательно воздействовать на тот или иной вид сознания, а через него на функции физического тела, необходимо сознательно затормозить активность одного вида сознания с тем, чтобы другое получило предпочтение и затем с ним целенаправленно работать. Помимо этого, каждому состоянию сознания соответствует и определенная активность человеческого организма. Если грамотно использовать этот фактор, то можно за счет этого работать с определенными функциями человеческого организма, восстанавливая их после болезней или усиливая для профилактики. Под шкалой бодрствования человеческого организма мы будем понимать диапазон активности от сна до экстаза. При этом проследим работу первичного сознания и его перепады активности, а также проследим работу обыденного сознания с его перепадами активности. Итак, как может меняться активность первичного и обыденного сознания в течение суток? Первичное сознание образует полевую форму жизни и постоянно присутствует в ней. Деятельность его постоянно одинакова. В любое время суток поддерживает в стабильном состоянии структуры полевой формы жизни. Обыденное сознание, в отличие от первичного, сильно разнится в интенсивности своего проявления и зависит от степени волевого усилия, проявляемого человеком в тот или иной момент своей деятельности. И в этом нет ничего удивительного, ведь оно состоит из внешнего сознания и самосознания, которые позволяют приспосабливаться человеку к окружающим его условиям. Меняются условия, а вместе с ними меняется и активность указанных видов сознания. Например, во время сна внешнее сознание и самосознание могут отсутствовать, так как полевая форма жизни, их содержащая, может покидать физическое тело. А в момент угрозы жизни максимально проявляться. Ввиду того, что обыденное сознание основывается на первичном, то при своем функционировании оно закрывает нам доступ к нему. И чем интенсивнее это функционирование, тем более закрыто от нас первичное сознание. Из предыдущего мы знаем, что чем более интенсивно работает обыденное сознание, это мысли, эмоции, настроение и так далее, тем сильнее оно может повреждать полевую форму жизни. Но в то же время мы знаем, если в моменты болевого шока, беспамятства полевая форма жизни покидает физическое тело, то клеточная память записывает всю информацию, касающуюся этого периода, которая в дальнейшем приведет к неправильным действиям и психосоматическим болезням. Поэтому для восстановления полевой формы жизни и избавления от клеточной памяти нам крайне важно знать те естественные состояния сознания, которые наиболее благоприятны для этого, а также как это сделать сознательным путем. Особенности различных состояний сознания. К различным состояниям сознания можно отнести следующее. Потеря сознания в результате оморока, операции, травмы, сон с его разновидностями, просоночное состояние, гипнотическое состояние с его разновидностями, различные виды транса, различные виды бодрствования, экстаз и его виды. Чтобы понять все феномены, возникающие при этом, необходимо постоянно помнить о первичном и обыденном сознании, клеточной памяти, о полевой форме жизни и мире полевых форм. Потеря сознания. В случае потери сознания происходит выход полевой формы жизни из физического тела человека. В результате этого факта человеческое тело не реагирует ни на какие внешние раздражители, пока полевая форма жизни вновь не вернется в тело. Зато в это время беззащитное физическое тело на уровне клеток записывает в мельчайших деталях всю информацию. Голоса людей, разнообразные шумы, освещенность и многое другое. Например, в период операционного вмешательства, когда сознание отключается, клеточная память фиксирует все события операции, разговор врачей между собой и так далее. Когда беременная женщина просто чихает, это для зародыша равносильно получению сильного удара, который вергает его в бессознательное состояние и происходит запись подобного рода. Маша, что с тобой? Ты не простыла? Нет, дорогой, что-то в нос попало? Мошка или пыль? При этом записывается и соответствующая обстановка топот ног, звякание каких-либо предметов, кус воды дали запить и тому подобное. Эта запись будет дремать в глубинах клеточной памяти до тех пор, пока соответствующая обстановка и слова не вергнут уже родившегося и выросшего человека в состоянии психопатологии. При словах «мошка», «пыль», «звякание предметов», «топоте ног» человек начинает ни с того ни с чего чихать и обнаруживает все симптомы простудного заболевания. Оказывается, помощь при травмах, родах, операциях и тому подобных состояниях необходимо оказывать беззвучно, чтобы не было клеточных записей. Сон. Каждый человек пребывает треть своей жизни во сне, который сопровождается отсутствием сознания и наличием сновидений. Правильно о сне рассуждали древние мудрецы. Например, Гиппократ. Сочинение 1944 года, том 2, страница 495. Он писал следующее о сне. Кто имеет правильное понятие о признаках, проявляющихся во сне, тот найдет, что они обладают большой силой для всякой вещи. Действительно, душа в это время, когда она обслуживает бодрствующее тело, разделяется между несколькими занятиями и не принадлежит самой себе, но отдает известную долю своей деятельности каждому занятию тела, слуху, зрению, осознанию, ходьбе, всем телесным занятиям. Таким образом, рассудок не принадлежит себе. Когда же тело отдыхает, душа, движущаяся и приобретающая части тела, управляет своим собственным жилищем и совершает сама все телесные действия. Действительно, спящее тело не чувствует, а она, душа, бодрствуя, познает, видит то, что не видно, слышит то, что не слышно, ходит, осязает, печалится, обдумывает. Исполняя на небольшом пространстве, где она есть во время сна, все функции тела. Таким образом, кто умеет здраво судить об этом, знает большую часть мудрости. Сновидения, передающие дневные действия или мысли человека в следующую ночь и представляющие правильным образом то, что было сделано или обсуждаемо в течение дня, благоприятны для человека, ибо они указывают на здоровье. Поскольку душа пребывает в мыслях дня, не будучи тревожимо никакой плеторы. Плеторы – это жизненным принципом, никаким опустошением и ничем иным, приходящим из них. Когда же сновидения противоречат дневным поступкам или когда сверх того есть борьба или победа, это означает расстройство в теле. Сон – жизненно важная потребность организма, причем более важная, чем пища. Человек может обходиться без пищи около двух месяцев, а без сна он не проживет более двух недель. Так что же на самом деле представляет собой сон и от чего он возникает? По мнению Аристотеля, сон есть реакция организма на сгущение, концентрацию теплоты в глубине тела. Согласно современным исследованиям, сон представляет собой разлитое торможение коры больших полушарий, возникающие по мере расходования клетками своего биоэнергетического потенциала в течение периода бодрствования и снижения их возбудимости. При этом в состоянии торможения частичного функционального покоя нервные клетки не только полностью восстанавливают свой биоэнергетический уровень, но и обмениваются информацией, необходимой для предстоящей деятельности. Если объединить современную точку зрения о сне с Аристотелевской, то получается, что сон возникает в организме человека в результате развития деструктивных процессов. Повышенная выработка теплоты, возникающая в результате повседневной деятельности, приводит к разогреву всех частей организма, а теплота вызывает повышенную деструктуризацию тканей. Частично распавшиеся ткани, особенно нервные клетки, не могут поддерживать из-за этого высокий биоэнергетический потенциал, и поэтому им необходим период относительного покоя, снижения температуры, что и наблюдается во сне, для восстановления структуры и накопления в них достаточного количества энергии. Кроме этого, полевая форма жизни во время сна может выходить из физического тела и путешествовать в окружающем пространстве, но при этом она прикреплена к телу с помощью серебряной нити. Таким образом, получается, что физическое тело является плацентой, а полевая форма ребенком, который во время сна делает свои первые рубкие шаги в новом расширенном мире, мире полевых форм. Сон имеет две разновидности – медленный, спокойный и быстрый, активный. При медленном наступает уменьшение частоты дыхания и ритма сердцебиения, расслабление мышц и замедленное движение глаз. По мере углубления медленного сна, общее количество движений спящего человека становится минимальным. В это время его трудно разбудить. При пробуждении в период медленного сна, человек, как правило, не помнит сновидений. При быстром сне физиологические функции, наоборот, активизируются, учащается дыхание и ритм сердцебиений, повышается двигательная активность спящего. Движения глазных яблок становятся быстрыми. Это указывает на то, что спящий в этот момент видит сновидение. Если его разбудить спустя 10-15 минут после окончания быстрых движений глаз, он расскажет об увиденном сне. Но несмотря на относительно большую активность физиологических функций в быстром сне, по сравнению с медленным, мышцы тела в этот период бывают более расслабленными. И разбудить спящего человека бывает значительно труднее. Если человека лишить искусственно быстрого сна будет период быстрых движений глаз, то несмотря на вполне достаточную общую продолжительность сна, через 5-7 дней у него наступит психическое расстройство. Если феномен быстрого и медленного сна рассматривают с позиции выхода из физического тела полевой формы жизни, то все становится ясным. Во время быстрого сна полевая форма жизни путешествует, и вся ее деятельность через серебряную нить пуповину отражается в это время на движениях физического тела. Движениях глаз, подергивания, учащенное дыхание, возгласы и так далее. Именно из-за этого тело человека расслаблено гораздо лучше, чем во время медленного сна, и разбудить его гораздо труднее. По той простой причине, что полевой форме жизни необходимо время для возврата назад из своего путешествия. Во время медленного сна полевая форма жизни недалеко парит над человеческим телом. Из-за этого физическое тело неподвижно и спокойно, но разбудить его гораздо легче, чем в первом случае. Процесс сна имеет циклический характер. Каждый цикл состоит из фазы медленного и быстрого сна, общей длительностью полтора часа. В конце каждого цикла наблюдается период повышенной активности организма. Пробуждение в этот момент облегчает вхождение в состояние бодрствования, так как сопровождается повышенным физическим тонусом и ощущением достаточности сна. Таким образом, из вышеизложенного вытекает важная рекомендация. Продолжительность сна должна укладываться в полуторачасовые промежутки времени. Полтора, три, четыре с половиной, шесть, семь с половиной, девять часов и так далее. Трудно переоценить важность своевременного отхода ко сну. Из раздела биоритмология том-3 период капха нам известно, что между 18 и 22 часами в природе создаются наиболее благоприятные условия отхода ко сну. Если это время не использовать, то начинается период активности и человеку гораздо труднее заснуть. На своевременный отход ко сну в одно и то же время вырабатывается условный рефлекс указывает большинство психиатров. Помимо этого, для полноценного сна должны создаваться и соответствующие гигиенические условия. Чистый воздух в спальне, минимум шумов, ровная твердая поверхность постели, одеяло подбирать таким образом, чтобы человек быстро под ним согревался и расслаблялся. В холодное время года, при мерзнущих ногах, перед сном принять ванну или разогреть ноги, перед сном желательно совершить небольшую прогулку, а днем вести активный образ жизни, тогда вы будете хорошо засыпать. Если человек находится в одной паре, то есть нет ни расслаблений, ни напряжений, то есть не ведется контрастный образ жизни в течение дня, то ему трудно расслабиться и заснуть. И наоборот, активный образ жизни способствует быстрому и естественному расслаблению и крепкому здоровому засыпанию. Что касается просыпания, то лучше всего это делать в период ветра, с 5 до 6 утра. Из этого раздела вытекают рекомендации для полноценного сна. Ложиться спать и вставать необходимо в одно и то же время. Днем вести контрастный образ жизни. Соблюдать гигиенические условия в спальной комнате. Продолжительность сна и его качественные характеристики во многом зависят от индивидуальной конституции и колеблются от 4,5 часов до 9 и более. При этом замечено, что люди мыслительного склада ума, желчной конституции, логики нуждаются в более продолжительном сне, чем художники, конституция, слизи, желчу. Те, кто мыслят образами. Ввиду того, что сон способствует уплотнению полевой формы жизни, восстановлению структур тканей тела, его можно и нужно использовать в целях оздоровления. Так, американский врач Тиллер провел наблюдение над 83 людьми в возрасте свыше 60 лет. Своих пациентов он разделил на две группы. В одну группу вошли люди, жалующиеся на утомляемость, нервозность, головокружение, отсутствие аппетита. Вторую группу составили практически здоровые люди. Оказалось, что люди в первой группе спали по 7 часов и менее, тогда как продолжительность сна во второй группе была не менее 8 часов, не считая дневного сна. Тиллер решил увеличить продолжительность сна пациентам первой группы на несколько часов в сутки. Сначала им было трудно привыкнуть, но вскоре их организм приспособился к новому режиму, и они стали спать дольше. Спустя короткое время признаки недомогания у них исчезли, и они почувствовали себя значительно лучше. Цицешвили, изучавший долгожителей Кавказа, отметил такой факт, что продолжительность сна у них составляет минимум 9 и максимум 16-17 часов, а в среднем они спят по 11-13 часов. И сразу простая и доступная рекомендация. Когда у вас возникает недомогание, не спешите с лечением, а просто отдохните, уделяя больше внимания полноценному сну. Расстройство со сном относится к одной из главных проблем со здоровьем. В современном мире из-за повышения эмоциональных нагрузок, зажатости мысленного мусора, снижения двигательной активности, еды на ночь, несоблюдения биоритмологических процессов отхода ко сну, широко распространены нарушения со сном. Например, около 20 миллионов в США и 7 миллионов в ФРГ жалуются на сон. В 1973 году вес медикаментов снотворных составляет 6500 тонн. Бирах. Победа над бессонницей. М. 1979 год. Страница 15-35. Эти медикаменты, помимо вышеописанной деградации личности, разрушают печень и почки миллионам людей. Кроме этого, важно знать, что фармакологические вещества, вызывающие сон, угнетают его быструю фазу, что приводит к резкому снижению психической и физической активности со всеми вытекающими последствиями. Если вы устраните вышеописанные причины, приводящие к бессоннице, то у вас будет крепкий и приятный сон. В заключении общего раздела о сне, несколько уникальных случаев. Наиболее всего без сна обходился 77-летний швед Олафа Эриксон, более 46 лет. Самый длительный сон был у норвежки Августы Лангард с 1919 по 1941 год. За это время ее лицо совершенно не изменилось. Когда же она проснулась, то начало стареть буквально на глазах. Через 5 лет после своего пробуждения она умерла. 20 лет проспала жительница Днепропетровска Лебедина Н.А. Проснулась она в 1973 году в день похорон матери. Психическое состояние Лебедины в дальнейшем было нормальным. Внешне она выглядела гораздо моложе своих лет. 8 месяцев понадобилось ей провести в клинике для полного восстановления двигательной активности. А теперь немного поговорим о сновидениях и как они меняются в зависимости от состояния здоровья человека. В Джудши говорится о 6 причинах, приводящих к определенным сновидениям. Видят во сне то, что не видели, то, что слышали, то, что имели, то, что чувствовали, то, что надеялись сделать и, наконец, сбывают сны, которые предвещают заболевание. Как показали научные исследования Касаткин, теория сновидений Ленинград-медицина, 1983 год, в зависимости от вида заболевания, меняется характер сновидений. При этом было подмечено следующее. При любом заболевании отмечается постоянное изменение в характере сновидений. Характер изменений сновидений при этом зависит от тяжести заболевания, локализации процесса, периода болезни, функциональных особенностей пораженных органов и систем, а также от индивидуальных особенностей каждого человека. Человек еще полон сил и внешне здоров, но сновидения уже сигналят о начавшейся беде. Например, первым общим признаком неполадка со здоровьем является увеличение частоты сновидений в течение одной ночи. Другим общим признаком сновидений больных является то, что незадолго до появления явных признаков болезни начинают принимать неприятные и даже кошмарный характер с преобладанием таких зрительных сцен, как змеи, укусы змей, присоски к телу омерзительных масс, иногда клубка змей, войны, драки, пожары, ранения, кровь, сырое мясо, покойники, могилы, грязные ямы, недоброкачественные пищевые продукты, подъем в горы или падение в пропасть, больницы, аптеки, врачи, лекарства, неприятного вида людей и тому подобное с почти постоянными мыслями неприятного содержания, страхом, тревогой, тоской. Как только у вас появились изменения в сторону ухудшения сновидений, сразу начинаете искать причину и выполнять усиленно оздоровительные мероприятия. О том, что вы начинаете оздоравливаться после тяжелого хронического заболевания, также указывает изменяющийся характер сновидений. Они становятся более радостного содержания, человек смеется во сне, омывается в чистом водоеме или воде, прогоняет прочь от себя неприятного человека или животное, становится легким и чистым и так далее. Поэтому радуйтесь этим первым признаком исцеления и усерднее практикуйте оздоровительную оздоровительную программу. Бывают сны предупредительного и вещего содержания, сны подсказки, обучающие сны, сны, в которых вы хватаете удачу, сны исцелители, сны, в которых вы встречаетесь с родственниками, с родственными вам энергетическими половинками и многим другим. Это очень интересная и важная тема, которой мы слегка коснулись. Наши древние предки широко использовали сон. Например, пилигримы, приходившие на поклонение храму того или иного бога, верили, что надо проспать в храме одну ночь, и тогда во сне явится божество, которому посвящен этот храм. Он, бог этого храма, может дать совет по сложному житейскому вопросу, помочь в трудном деле излечиться от болезни. После ритуального поста паломники, принеся жертвы, входили в храм и ложились спать на каменный пол, покрытый шкурами. И оказывалось, что многим во сне являлся бог врачевания Асклепий и советовал средства для исцеления или просто исцелял. Просоночное состояние. Просоночным состоянием относятся промежуточные состояния между сном и бодрствованием. Подобные состояния возникают при погружении в сон и при выходе из сна. Если период бодрствования функционирует обыденное сознание, а в период сна первично, то в просоночном состоянии оба сознания функционируют одновременно. При отходе ко сну обыденное сознание постепенно исчезает, а первичное постепенно проявляется. При пробуждении все происходит наоборот. Первичное постепенно исчезает, а обыденное проявляется, предоставляя человеку уникальные возможности сознательно воздействовать на полевую форму жизни сразу с двух позиций. При этом постепенно затухающее обыденное сознание является проводником, через которое идет кодирующая информация на первичное сознание. Оказывается, само первичное сознание не может в большинстве случаев исправить возникшие в нем нарушения. Ему нужен правильный импульс из них. И вот этот импульс может дать только обыденное сознание. Но вся проблема в том, что в период бодрствования обыденное сознание закрывает с собой первичное и посыл импульсом установок на излечение тому подобное мало эффективен. Но в просоночном состоянии, когда первичное сознание все более и более открывается посыл соответствующих импульсов точно попадает в цель, вызывая желаемые результаты. По медицинской версии, за счет снижения притока внешних раздражителей и развивающегося при этом сниженного тонуса коры головного мозга, чрезвычайно сильно проявляются репродуктивные особенности центральной нервной системы, что представляет собой следствие от произошедших перемен в первичном сознании. Вот в этом и заключается уникальный целительный механизм просоночных состояний. Однако следует иметь в виду, что просоночные состояния открывают доступ к незащищенному физическому телу. Поэтому никогда не шутите со спящим человеком, ибо вы можете ввести в клеточную память нежелательную информацию, которая может обернуться большой бедой в дальнейшем. Гипнотические состояния просоночные состояния можно вызвать искусственным путем, что собственно и представляет собой гипноз. Для того, чтобы ввести человека в гипноз, гипнотический сон, необходимо слабое монотонное воздействие, которое вызывает утомление соответствующих органов чувств, фиксация взгляда, ритмичные тепловые воздействия, пассы, монотонные звуки и тому подобное и приводит к развитию процессов торможения, мышечного расслабления, которое дополнительно способствует переходу от бодрствования ко сну. Замечено, что лица, плохо входящие в гипнотический сон, не могут полностью расслабиться. Использование минимального пространства обыденного сознания, как проводника различных установок. Согласно медицине, считается, что во время сна бодрствуют некоторые ограниченные области коры головного мозга, сторожевые пункты. Контакт с этими сторожевыми пунктами с помощью речи называется раппопортом. Раппопорт это ввод определенного вида информации через сторожевые пункты в кору головного мозга. Таким образом, разница между просолнечным и гипнотическим состоянием заключается в соответствующих условиях образования сторожевого пункта минимального пространства обыденного сознания, особенностями мотивации и психологической установкой. В зависимости от глубины погружения в гипнотический сон, гораздо правильно было бы говорить о все большем и большем проявлении первичного сознания и уменьшении обыденного сознания. Различают три фазы уравнительную, парадоксальную и ультрапарадоксальную. В первой фазе все раздражители как сильные так и слабые действуют одинаково. В парадоксальной фазе сильные раздражители вызывают или слабую реакцию или не вызывают никакой, а слабые раздражители вызывают сильную реакцию. Например, человек в гипнотическом сне не реагирует на громкий голос, но реагирует на шепот. В ультрапарадоксальной фазе реакция достигается с помощью таких стимулов, на которые организм человека не реагирует в состоянии бодрствования. Чтобы правильно понять механизм воздействия ультрапарадоксальной фазы гипноза, а заодно и механизма воздействия на первичное сознание, надо знать, что первичное сознание реагирует на образное мышление и чувственные ассоциации. Обычно речевое воздействие, особенно с логическим уклоном, малопонятно первичному сознанию и поэтому нерезультативно. Вот информация с помощью речи должен строиться так, чтобы вызывать яркое образное мышление. Например, фраза «Ваши руки становятся тяжелыми или теплыми» малопонятная для первичного сознания, а следовательно и ответная реакция будет невелика. Но если данная команда будет построена так, ваши руки наливаются свинцом все более и более тяжелее или по вашим рукам циркулирует очень горячая жидкость, что повлечет за собой появление яркого образа в соответственном поле зрения, понятного первичному сознанию и вызовет сильную ответную реакцию с его стороны. Психические явления, составляющие сущность гипноза, естественны, а потом и совершенно безвредны для здоровья человека. Помимо этого, существует мнение, что гипнозу подаются только слабовольные люди, а люди с высокими волевыми качествами в гипнотический сон не погружаются. Это заблуждение. Как все люди могут засыпать, так все люди могут быть погружены в гипнотический сон. Но для успешного проведения этой процедуры каждый человек должен выработать откровенно положительное сознательное отношение к процессу гипнотизирования. Полное понимание важности и необходимости этой процедуры для выполнения конкретной оздоровительной задачи. Кроме того, мы с вами рассматриваем в основном самогипноз. И вы сами будете себя исцелять без вмешательства и изменить чужой воли. Если вы научитесь правильно проводить сеансы самогипноза, то ваше самочувствие, работоспособность значительно возрастут, а внешность улучшится. Но помните, что в это время клеточная память может записать нежелательную информацию. Поэтому проводите сеансы уединенно, чтобы чужое неожиданное вмешательство исключалось. Различные виды транса. Транс в переводе с французского языка означает состояние, при котором потеряно господство воли над телом. В переводе с латинского языка транс означает сквозь, через. Другими словами, по трансам можно подразумевать такое состояние организма, во время которого полевая форма жизни не управляет физическим телом, а взаимодействует с миром жизни полевых форм. Человечество давным-давно установило, что все процессы в организме человека подчиняются полевой форме жизни. А ключом к ней является транс. Трансовое состояние можно вызвать с помощью различных средств. Ритмических движений, звука, снадобий, наркотиков и т.д. Рассмотренное нами ранее просторночное состояние и гипноз относятся к этим средствам, но выделены для большей ясности и удобства. Часть трансовых состояний способствует небольшому изменению сознания. Обыденное сознание лишь частично убирается для открытия доступа к первичному. Часть глубоко изменяет сознание, обыденное сознание почти отсутствует. И, наконец, имеются такие, в которых полевая форма жизни временно покидает физическое тело и обитает в мире полевых форм, общаясь с его жителями. В результате пережитого того или иного вида трансового состояния, в зависимости от его глубины, человекам, в основном с полевой формой жизни, могут происходить разительные перемены как в лучшую, так и в худшую сторону. В течение тысячелетий отбирались приемы и средства, с помощью которых человек мог безопасно входить в транс и выходить из него качественно обновленным, обладающим большими возможностями, чем до него. Например, вот как Эдуард Шурев в книге «Великие посвященные» описывает подобный транс у Моисея. Кстати, вот ссылка сердца его загорелась. Вот это как раз включается по каналам клеточной памяти, реактивный ум, в результате которого человек, не помня себя, совершил нелогические действия. Это один из примеров крайнего проявления патологической информации, принимая позицию сильного, записанной на клеточном уровне. Итак, вернемся к Моисею. Однажды Хозарфис увидел, как египетский надсмотрщик осыпал ударами беззащитного еврея. Сердце его загорелось, он бросился на египтянина, вырвал у него оружие и убил его на повал. Это убийство, произведенное под влиянием благородного гнева, решило его судьбу. Прежде всего, Хозарфис решил подвергнуть себя искуплению греха, который закон посвященных предписывал убийце из своей среды. Когда посвященный совершал убийство, даже если оно было невольно, он признавался потерявшим преимущество преждевременного воскресения из мертвых и сияния Азериса. Преимущество, достигаемое благодаря испытаниям посвящения, которое поднимало его высоко над обыкновенными смертными. Чтобы искупить свое преступление, чтобы восстановить свой внутренний свет, он должен был пройти через испытания гораздо более страшные, подвергнуть себя еще раз опасности смерти. После продолжительного поста, посредством особым образом приготовленного питья, посвященного погружали в литургический сон, затем его оставляли в склепе храма. Он оставался там несколько дней и даже несколько недель. В это время он должен был совершить странствие в потустороннем мире, Эребе или области Аменти, где плавают души мертвых, еще не вполне отделившиеся от земной атмосферы. Там он должен был найти свою жертву, подвергнуться всем ее страданиям, получить ее прощение и помочь ей найти путь к свету. Лишь после этого его считали искупившим свой грех, омывшим свое астральное тело от черных пятен, которыми его загрязнили проклятия и отравленный дух его жертвы. Из этого странствия согрешивший мог и совершенно не возвратиться. И случалось, что когда жрецы появлялись в склепе, чтобы пробудить искупавшего свой грех от глубокого сна, они на его месте находили лишь труп. Хазарфикс, не колеблясь, подверг себя этому испытанию. Под влиянием убийства, совершенного им, он понял неизменность законов духовного порядка, вызывающую глубокое смятение в глубине человеческой совести, когда законы эти нарушены. С полным самоотречением предложил он себя в жертву Азирису, прося об одном. Если суждено ему вернуться на землю, да будет ему дана сила проявить закон справедливости. Когда Хазарфикс пробудился от страшного сна в подземелье храма Медиамского, он почувствовал себя преображенным. Его прошлое было отрезано от него. В этот день, чтобы отметить новую эру своей жизни, Хазарфикс принял имя Моисей, что значит спасенный. Йога индусов, даосизм китайцев и многие другие системы и методы преследовали в конечном итоге эти цели. Поэтому неудивительно, что имеется такое многообразие различных медитаций, концентраций, релаксаций и многого другое, которые объединяются одним общим термином психотехники. Кандыба считает, что наука о трансе самая древняя и самая загадочная из всех наук – мать всех наук. С наиболее простыми и эффективными психотехниками мы познакомимся в следующей главе. Различные виды бодрствования. Две трети жизни человек проводит в бодрствующем состоянии, поэтому оно имеет первостепенное значение для полноценной жизни человека. В этом состоянии обыденное сознание имеет доминирующее значение и в зависимости от того, как человек может им управлять, зависит его благосостояние и здоровье. Проявления бодрствования имеют тенденцию возрастать после сна, достигая максимального значения и далее уменьшаются, переходя в ночной сон. За счет каких процессов происходит увеличение интенсивности бодрствования? По терминам интенсивности бодрствования мы будем понимать степень энергетической мобилизации физиологических систем для организации поведения человека в каждый текущий момент. Физиологи установили, что интенсивность бодрствования определяется изменением активности, ретикулярной формации – это особообразование, находящееся в головном мозге, повышение тонуса ретикулярной формации приводит к пробуждению спящего организма и далее к нарастанию интенсивности бодрствования. Но это только часть механизма, описанного в современной физиологии. Основной механизм активности бодрствования находится в чакре разума. Как только полевая форма жизни возвращается в физическое тело, начинает проявляться активность. Далее через чакру разума энергия входит в ретикулярную формацию и уже через нее активизирует центральную нервную систему. Чем больше энергии переходит из чакры в область мозга, тем выше уровень бодрствования. При этом следует подчеркнуть, что по достижению наивысшей для организма активности, дальнейшее увеличение энергонасыщения центральной нервной системы приводит к снижению возможностей организма. Ян, достигнув своего максимального значения, порождает свою противоположность – инь. Помимо этой главной закономерности, общий уровень бодрствования организма саморегулируется за счет ответных реакций организма на различные воздействия из них. В результате этого в организме возникают приспособительные эффекты, первичные и вторичные. Первичные – это конкретный ответ на ту или иную ситуацию, раздражение. Вторичные – неспецифические реакции, приводящие к изменению общего уровня бодрствования. За счет этих приспособительных эффектов самостоятельно регулируется уровень общей активности бодрствующего организма. Интенсивность бодрствования в значительной степени отражается на процессах обучения и запоминания. Лучше всего проводить обучение и запоминание в первую половину дня, когда интенсивность бодрствования возрастает. Итак, что мы можем сделать для собственного здоровья в период бодрствования? Как нам уже известно, в этот период доминирует обыденное сознание. Так вот, мы можем воспользоваться им как инструментом, с помощью которого самосознание, самопознание, самосовершенствование, можем избавиться от болезней и целенаправленно совершенствовать себя. Ведь вначале мы должны сделать самооценку, на основании которой заходить, изменить себя в лучшую сторону, приобрести соответствующие знания для этого и, наконец, сознательно воплощать их в жизнь с помощью того или иного метода. Все это делается в период бодрствования, а не сна. Таким образом, период бодрствования используется как стартовая площадка для погружения себя в то или иное трансовое состояние с целью получения оздоровительных или иных эффектов. Экстаз и его виды. Слово экстаз в переводе с французского означает «иступление», в переводе с греческого означает «иступление», состояние крайней степени восторга. Состояние экстаза связано с энергетикой организма и поэтому может рассматриваться с количественной и качественной позиции. Количественная характеристика экстаза заключается в наличии энергии в организме, вызывающей экстазное состояние. Так йоговская практика описывает пять видов экстаза. Малый трепет, кратковременный экстаз, затопляющий экстаз, уносящий экстаз, всепроникающий экстаз. Малый трепет вызывает состояние, при котором поднимаются волосы на всем теле, подобно гусиной коже. Кратковременный экстаз походит на удар молнии, следующий один за другим. Затопляющий экстаз, подобно волнам, бьющимся о берег, быстро охватывает тело и рассеивается постепенно. Уносящий экстаз интенсивен и поднимает тело до небес. Всепроникающий экстаз переполняет тело человека божественной энергией. Качественная характеристика экстаза зависит от того, какой энергии вызывается вышеописанное состояние. Например, если усиленно работает чакра разума, то будут возникать интеллектуальные виды экстаза, соответственно количество этой энергии. Если работает сердечная чакра, то будет возникать экстаз радости любви. Если работает половая чакра, то экстаз приобретает соответствующую окраску. Но в связи с тем, что чакры никогда не работают отдельно, а вместе, то получаются различные комбинации, продуцируемых ими энергии с преобладанием одной или двух, которые и вызывают соответствующий вид экстаза. В йогической практике для выполнения того или иного вида экстаза используют умственное концентрирование на чакрах. Для того, чтобы этот процесс был более эффективен, используют соответствующие позы, дыхание, мысли, образы и многое другое. Чем выше используют чакру, тем утонченнее и мощнее возникают экстазы. Например, вот что пишет с вами Шивананда в своей книге «Концентрация и медитация». Если вы достигнете состояния глубокой концентрации, вы испытаете огромную радость и духовное опьянение. Вы забудете свое тело и все окружающее. Вся прана переместится в голову. А вот как Матавилов описывает экстаз благодати Духа Святого, пережитого им вместе с Серафимом Саровским. Преподобный Серафим Саровский, Мюнхен, Москва, 1993 год «Что же чувствуете вы теперь?» Спросил меня отец Серафим. «Необыкновенно хорошо», — сказал я. «Да». «Как же хорошо? Что именно?» Я отвечал. «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». «Что же еще чувствуете вы?» Спросил меня отец Серафим. «Необыкновенную сладость», — ответил я. «Что же вы еще чувствуете?» «Необыкновенную радость во всем моем сердце». «Что же еще вы чувствуете, ваше боголюбие?» Я отвечал. «Теплоту необыкновенную». «Как, батюшка, теплоту?» «Да ведь мы в лесу с вами, теперь зима на дворе и под ногами снег, а на вас больше вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота?» Я отвечал. «А такая, какая бывает в бане, когда подадут на каменку, и из нее столбом пар валит». А запах спросил он меня. «Такой же, как из бани?» «Нет», — отвечал я. «На земле нет ничего подобного этому благоуханию». «Как видно из этого диалога, в данном виде экстаза открыты не только верхние чакры, необыкновенно хорошо, тишина и радость, радость сердца, но и нижние, сладость, запах и теплота». «Таким образом, состояние экстаза можно успешно применять для восстановления ослабевших полевых структур и приводить здоровье в нормальное состояние». Ранее подобные практики широко использовались, но тщательно скрывались от непосвященных. Учение об экстазе также входит в науку о трансе, являясь ее сокровенной частью. Заключение. В данной главе мы с вами разобрали особенности различных состояний сознания, механизм их возникновения. Это крайне важно для сознательного и целенаправленного применения тех или иных психотехник. Теперь можно переходить к описанию наиболее широко распространенных психотехник, используемых для излечения и укрепления организма. Помимо работы с сознанием, древние мудрецы уделяли много внимания очищению организма, питанию, использованию различных растений, минералов, биоритмологических факторов и тому подобного для лучшего вхождения в то или иное состояние транса. Таким образом, это действительно огромная наука о человеке, о силах скрытых в его организме, о пути эволюции человечества. В работе над теоретической частью я опирался на книгу Леонида Павловича Гримака «Резервы человеческой психики» издательства «Политическая литература», 1989 год. У меня был метод «У Гримака информация», которая рассматривалась с зашоренных позиций современной науки. Объединение метода с материалом и обработка соответствующим образом дали прикладное знание, которое можно применять как крестьянам, так и профессорам.